Я пока вот, ну, люди рассаживаются по столам, хотел бы, глядя вот в эту камеру, передать привет и спасибо, там, и так далее, как в известной передаче у Леонида Аркадьевича Якубовича. Я знаю, что много нас сейчас смотрят в онлайне, моя семья в том числе. Ребята, вам привет, дорогие мои. Вот, Оренборгу, Горску, Ульяновску, Перми, ну, я долго могу перечислять, ребята, я вас всех люблю, мы с Вадимом вас любим, спасибо, что вы есть, потому что без вас не было бы этих песен. Отдельно бы хотел сказать, ну, так, может, странно прозвучит, у моего замечательного друга из Перми, Павла Воронина, дочке сегодня Даши 20 лет. Даша, я тебе поздравляю с днем рождения. Прилентит вдруг волшебник в голубом вертолете и в бесплатном покажет кино. С днем рождения поздравят и, наверное, оставит мне подарок, и все, с кем он. Начитался в детстве сказок, без родительских подсказок. Я хотел летать, как Карлсон, и виражить между крыш. До небес казалось малостью и легко во сне леталось, только в детстве все осталось, толстый Карлсон и малыш. Эскимо на вертолете, даже если сильно ждете, не бывает, не найдете. Сказка, ложь и мультик врет, вряд ли вы меня поймете. Но хотелось жить в полете, и с детства вертолетик превратился в вертолет. Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р Мы весям, облака винтами месим Как малыши карзан вместе Разлучить не смогут нас В небе жизни совсем другая Пусть земля меня ругает Я по воздуху шагаю Сжав ладошкою шаг газ Торты, эскимо, конфеты Все остались в детстве где-то Возим бомбы и ракеты Раздаем тут, там, тут, тут И в десанте, и в пехоте Мой зеленый вертолетик В исключительном почете Нас всегда с надеждой ждут Ждут Р-р-р-р-р-р-р-р- வ Вертолетик, вертолетик, вертолетик. Как мальчиш, плохиш из книжки, Нехорошие мальчишки достают порою слишком. Вспоминаем чью-то мать, кто с рогаткой, кто-то с пушкой. Все берут меня на мушку, отобрать хотят игрушку. Вертолетик поломать не дам, и тогда я огрызаюсь. Во все тяжкие пускаюсь, и за небо я хватаюсь. Каждой опастью держусь, нам домой вернуться нужно. С вертолетиком мы дружно под огнем свой танец кружи. Он герой, я им горжусь. Вертолетик Вертолет Вертолетик Вертолет В моем обольше с ним летаем, Выручаем и спасаем Отдохнуть и не мечтаем Поменялись только мест Вдруг из детства тот волшебник Прилетит и даст учебник Чтобы понял я зачем Нам этот наш воздушный крест Прилетит на вертолете Неотложно по работе И заботясь о пилоте Детство он меня возьмет Даст вам мир кино покажет Сказку на ночь мне расскажет И подарит может даже Свой мультяшный Вертолет Запускай Вертолетик Вертолет Вертолетик 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 Спасибо Спасибо. Когда мы сидели, я посчитал, там, две звезды Героя России и 13 орденов Мужества, вот они вот там как бы сидят, и вот когда эти серьезные дяди поют, для меня это, конечно, очень приятно, хотя вот мои друзья могут сказать, что если взять только хотя бы, к примеру, Воловикова и Родобольского, то уже 7 орденов Мужества и две звезды Героя, вот, самый боевой род. Военно-воздушные силы, я всегда говорю, ни одного главкома из вертолетчиков не вышло, но зато, наверное, не, наверное, самое большое количество Героев России, Героев Советского Союза, тяжелая работа. Я вернулся. Весь напитый до отказа, я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно, но в высотах взял я всех живых трехсотых, три двухсотых. Я их принял под завязку, в окропавленных повязках дальше. Сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом узвернулся, я вернулся. Знаешь, судьба моя такая, тридцать лет в горах летаю, я устал, наверное, это моя осень. Не участвую в парадах, что мне думать о наградах, но пределин и износит я не осень. Я вернулся. Кто б скомандовал мне вольно, нахватал я пуль, довольно, ох, как больно. Справа блистер мне разбили, провокацию тенью убили, зацепили. Капитан, что в левой чашке матерился, было тяжко, мы в рубашках с ним, наверное, вернулись, потому что не разбились, возвратились. Знать, судьба моя такая, тридцать лет в горах летаю, я устал, наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут, я ведь старый наизнос, я не восемь. Я вернулся. А в салоне наследили, пятна бурые застыли. Шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся, затянулся. К борту мне ладонь прижала, и ладонь его дрожала, так устала. Говорил, что все в порядке, гладил мне рукой заплатки и заплакал. Вот судьба моя какая, тридцать лет в горах летаю, я устал, наверное, это моя осень. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота, пусть по воинам меня носит я Ми-8. Я Ми-8. Спасибо. Возле праздностного расплавляем, обратилась точка текста. Под завязку я заправлен, и подвешенный всесоветский, и для птиц сиренов воин. А пускай лекопаниры вахнет в воздухе войною. Значит, веру не до мира, миру явно не до мира. Нынче, видимо, до ночи, где тяжелый дни маячит. Я не ночь, но я заточен под военные задачи. При верхах большие лица не нашли для мира повод, не смогли договориться. Значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что во мне, Время, чем на всех часах. Только стрелкам не решить, сколько нам летать и жить. Наши судьбы на лесах. Где-то в небесах. На троим адреналина, добавляет неизвестность. Не шалели керосина, я облизываю местность. Где-то рядом неприятель. Мне сейчас не до каприза. Включен главный выключатель. Мы всех выключим, кто снизу. Выключаем тех, кто снизу. Там послед огнем и громом отрезается поверхность. Контингент и в давних громах повышает нашу смертность. И в кабине эти двое, на приборах смотрят хмуро. Я как будто сильно болен. Кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо на пролом, Как на рваных парусах. Мы то вверх, то снова вниз. На кону всего лишь жизнь. Наши судьбы на лесах. Где-то в небесах. Живо оба не убиты. Хоть по мне глупый или точно. Я рядом тетя Рита. Чтоб на воздух выше сроча. Эти двое как на меня. Велика цена задержки. Но плечом к плечу в кабине. Держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Как хочу эскадрилью. Даже если инвалидность. Я не складываю крылья. А меняю стреловидность. Возвращаемся из боя. Пусть мы яви волочемся. Но в кабине эти двое. Верят в то, что мы вернемся. Обязательно. Вернемся. Мы вернемся. На войне, как на войне. Даже если ты в огне. Надо верить чудесам. Что бы ни было, держись. И тогда не смерть, а жизнь. Перевисит на весах. Где-то в небесах. Где-то в небесах Где-то в небесах Спасибо! Извините за то, что привлекаю ваше внимание Встречаясь с гражданскими пацанами, девчонками Не обладая талантами экземпери Никогда не мог ответить на два вопроса Что такое полет и что такое боевой вылет И хочу сказать спасибо От нашего имени Что это удалось Николаю Где-то в небесах И драчи прилетели Нам дачи в местных Спасибо большое от нас Аплодисменты И я хочу сказать про того бомбардировочного мяча Спасибо Спасибо Я от младшего покажу Самая главная от младшего Самая главная Да еще одну песенку споешь Она тоже новая В отличие от предыдущей Новая у нее уже есть название Хотя это достаточно странно Я где-то лет 7 6-7 назад В интернете наткнулся на очень веселую картинку Если наберете в поисковике Война мультиков Она обязательно выйдет Такое очень забавное зрелище Там на картине Она причем такой В классической живописи написана Там персонажи советских и американских мультфильмов Там такая война Причем чем больше туда смотришь Тем больше там видишь Там очень много Больше сотни наверное Участников всего этого побоища Песня сложилась как бы из двух составляющих Невзирая на ту картинку Я как-то всегда думал Глядя на наши мультики И читая советские русские сказки Я всегда говорил Что к очень многим персонажам сказочным И мультяшным Можно не к ним А их как бы позиционировать Как рода военно-воздушных сил Ну короче это много текста Я попробую не сбиться Потому что песня новая Но название есть Мультипликационно-патриотическая песенка В тридевятом летном царстве По тревоге всем подъем С исключительным коварством Прилетели к нам с мечом Но мы помним поговорку Что когда-то этот меч В результате всех разборок Может... Ну так... Отставить... Но мы помним поговорку Что в итоге этот меч В результате всех разборок Супостату что-то с плеч Супостату что-то с плеч Мультиледи, джентльмены К нам с агрессией, войной Супермены, спайдер-мены Монстры, симпсоны, толпой Покемоны, поголовно Весь диснеевский народ По команде вероломно Нам устроили налет Прилетел мультяшный сбор Кот Матроскин вскроет цинки И обоймы все набьет Срочно швейную машинку Переделал пулемет Наш качей бессмертный Зычно кроет матушкой эфир Всем мультяшкам заграничным Гарантирует сортир А еще башка секир Двое из ларца доложат Видится ли наш радар Эскадрилья бабок-ежек Вылетает на удар Бабки лупят без осечек Всех мультяшек фрах и пух Их наводит наш разведчик Он под шариком опух Тучкой в небе Виннику Рота Шреков наступает С ними ниндзи заодно И навстречу вылетает Грозных Карлсонов звено Дядя Федор снайпер-летчик Бомбы кучно положил Это авианаводчик Цели точно подсветил Это генокрокодил Это генокрокодил Самолет Что там транспортникам наши Им команду И в полет На борту Есть полк Мультяшный Самолет Ковер лети Вниз пойдет Десант Отважный Волк и заяц Впереди Супостат Ну погоди В нашу сторону Ракета Тело, видимо, табак Толь Макдоналд Дуглас Это Толь Жадный Скруч Макдак Водяной Мрачнее тучи Жизнь Жестянка Вечно пьян Развернет Корабль Летучий И направит На таран Прокричит Но Пасаран Их мультяшкам Заграничным Обломаем Все мечи Нас побить Проблематично Мы ведь Стерты Голочи Загрустит Дисней Убогий Мы его сдадим В утиль Хваль поднимут По тревоге В небо наш Союз Мультфильм Мирный Наш Союз Мультфильм Минимерный Наш Молосок Я все-таки человек сугубо мирный. Я говорю, мы уже на эту тему разговариваем, что Николаев так народ накаляет, а я выхожу и так остужаю. Следующая песня будет совершенно не на авиационную тему. Вот здесь еще даже снега нет в Москве, а в Новосибирске, где я живу, уже и снег по колену даже выше, уже и на льдине рыбаки поплавали. Песня про зимнюю рыбалку, но правда, когда она сочинялась, мы еще на рыбалку ездили на электричке. А сейчас уже на машинах, на снегоходах мы. Мы встали затемно и с первой электричкой сюда доехали. Пешком пройти чуть-чуть, ну берегись теперь, и окунь и плотвичка. Мы собираемся неплохо отдохнуть в порядке с Настей все. И мотыль свеженькой, ай да чего над лункой славно. И уже во власти страсти и чувства нежные, я замечаю, как рождаются в наше. Кто хоть однажды испытал, как дрыхнет сердце, когда над лункой изогнется вдруг его. Кто-то отыскать уже навряд ли сможет советство, что от рыбалки сможет вылечить. И его в порядке с Настей все, и мотыль свеженькой. Ай да чего над лункой славно. И уже во власти страсти и чувства нежные, я замечаю, как рождаются в душе. Какой был день, какое солнышко светило, и песня жаворонка в синеверилась. Мы привезли с собой, и нам вполне хватило, чтоб все нормально было, чтоб все было в мать. Мы получили удовольствия немало, и отдохнули исключительно душой. И если бы рыба хоть маленечко клевала, то это было бы просто слишком хорошо. В порядке с Настей все, и мотыль свеженькой. Ай да чего над лункой славно. И уже во власти страсти мы, и чувства нежные, я замечаю, как рождаются в душе. Во власти страсти мы, и чувства нежные, я замечаю, как рождаются в душе. Я же говорил, что я буду стараться все-таки петь больше веселой песенки. Вот поэтому и следующая песня надо же сказать. Тоже не грустная. С ними вместе я учился. Помню курсы до второго. Чесноков не матерился. Щербаков не пил спиртного. Может, было разделение. До сих пор необъяснимо. Но водку кушал только Женя. А ругался только Дима. Так же надо бы назаметить. Оба парня не курили. И вокруг за тысячу метров пол прекрасный отходили. Жизнь курсантская все тучи, все ребром вопросы ставит. Не умеешь тут научить. А не хочешь здесь заставить. Ты вздыхал, передохнуть бы. Только жизнь не позволяла. И ковала наши судьбы, и характеры ломала. И однажды я увидел интересное явление. Помню, когда отмечали Щербаков день рождения. Мне сначала было странно. Так же я перекрестился. Дима, водки полстакана. Выпил и не покривился. Алкоголиком не стал он. Только всякое бывает. Их сперва не добирал он. А теперь перебирает. И мне однажды рассказали. Как в одно из воскресений. Дима, после увольнения, заходил домой по схеме. А еще мне рассказали. Про курсанта Чеснокова. Вот-то Женегин назвали. Говорил плохое слово. Я кричал про Чеснокова. Что это вы мне наврали? Да не может быть такого. Да вы же его оклеветали. Но мне в ответ сказали. Тише, мол, не стоит горячиться. Скоро ты и сам услышишь, как Евгений матерится. И как-то вечером породил. Я бродил в тоске, печали. И тут меня друзья позвали. И такое показали. Я ушам своим не верил. Даже стало страшновато. Женя, выглянув из двери, поливала бурным матом. В жизни всякое творится. И случается любое. Чесноков стал материться. Щербаков стал пить спиртное. Раньше вместе соберутся. Так все сидят, считают лавы. А теперь всегда нажрутся. С сигареткой затянутся. Так припохабненько ругнутся. А иногда и подерутся. И идут гулять по баллам. В этом году мы получали 30-летие нашего выпуска. Там был Женя Чесноков. Он уже давно бизнесмен. Он опять не матерится. А Дима Щербаков работает пилотом-инструктором в уральских авиалиях. Я сейчас предлагаю вспомнить период летних отпусков. Хотя сейчас и в зимнее время тоже эта песня актуальна. Потому что сейчас нужно увидеть Бангкок. Скажем, Пуанта-Кану. То есть там, где у нас снег, а у них там все хорошо. Такая вот штука Опять улетай От моря и солнца От пальмы песка И снова разлука И словно теряем И синее небо И в нем облака И снова разлука И словно теряем И синее небо И в нем облака Дела и заботы Проблемы работы Нас ждут в неуютных Больших городах А здесь так приятно И так непонятно Зачем мы отсюда? Зачем мы туда? А здесь так приятно И так непонятно Зачем мы отсюда? Зачем мы туда? А здесь безмятежность Соленая свежесть Лазурь и безбрежность, не просто вода Волны набежавшей, ленивая нежность И хочется, чтобы так было всегда Волны набежавшей, ленивая нежность И хочется, чтобы так было всегда Здесь завтра и дальше, все будет как раньше И море, и чайки, и старый баркас Все так же прелестно, и это нечестно Что все будет завтра, уже не для нас Все так же прелестно, и это нечестно Что все будет завтра, уже не для нас Мы ходим с тобою по краю прибоя И в память с тобою внесем на века И белые яхты, и с бухты барахты И синее небо, и в нем облака И в нем облака И в нем облака И синее небо, и в нем облака И в нем облака Мне жена говорит, ну вот, почему унесем на века Давай унесем на года Я говорю, ну знаешь, на века облака А на года провода Вот получается День святого Валентина Утро Грустная картина На первом Задубевший самолет Он не хочет запускаться Есть возможность задолбаться И уже спотел дрожать второй пилот Он не хочет запускаться Есть возможность задолбаться И уже спотел дрожать второй пилот День святого Валентина Вся промерзшая кабина Минус тридцать За бордом И на борту И девчонки Проводницы Отморозили лесницы И забыли про любовь и красоту И девчонки Проводницы Отморозили лесницы И забыли про любовь и красоту Вот ведь вышла незадача Чуть просьб не иначе Что за гад придумал эту маяту В нижнем Новгороде В горьком Где какие-то там зорьки Замерзает на перроне Лайнерту В нижнем Новгороде В горьком Где какие-то там зорьки Замерзает на перроне Лайнерту На зуб-зуб Не попадает Организм овсю страдает И похоже Назревает Айрви И как-то даже Неспортивно В день святого Валентина Подхватить Чего-нибудь Не от любви Но согласитесь Неспортивно В день святого Валентина Подхватить Чего-нибудь Не от любви От такого Охлаждения Штурман Тоже впал В смятение И в глазах Недоумение Мол, как понять Что в день святого Валентина Замерзаем коллективно Вместо того Чтоб с кем-нибудь Не замерзать В день святого Валентина Замерзаем коллективно Вместо того Чтоб полковоль Любопотребляет В день святого Валентина Надо женщину Мужчину И мужчине Тоже женщина Нужна А я, наверное Не мужчина Ведь в день святого Валентина Нужно мне взлететь И больше не рожна А я сегодня Не мужчина Ведь в день святого Валентина Я взлететь хочу И больше Никого На конец Восьмой попытки Разогревшись От избытка Непристойных Выражений Захотел Наш кормилец Запуститься И со стригин А проститься И в Москву На Домодедово Взлетел Наш кормилец Запустился С горьким городом Простился И в Москву На Домодедово Взлетел Когда я домой Приеду В понедельник А не в среду То жена Меня обнимет И тогда Спросит Где ты был Скотина В день святого Валентина И, наверное Не поверил Как всегда Ну и сразу Переход Жене Моисе Говорит Ты только говори Что я тебе так не говорю Что это только Для рифмы Перед следующей песней Тоже небольшая Сносочка Помните В фильме Мимино Когда на суде Два героя Говорят Что люстра Была сделана Не из венецианского Стекла А на фабрике Имени Клавицы Арчил Я сам не знал Клянусь честью Но падла буду Я просто Позаимствовал Не ревнуй Жена Меня опять Отпусти Немного Погулять Я не сможусь И не простужусь И к утру Назад к тебе вернусь Я не сможусь И не простужусь И к утру Назад к тебе вернусь Ты же видишь Дома Я сижу Никуда без спроса Не хожу Чтоб не заскучать И не захворать Отпусти Немного Погулять Если хочешь честью Поглянусь Ну падла буду Я к утру вернусь И всегда одна Только ты одна Будешь мне По-прежнему Нужна И всегда одна Только ты одна Будешь мне По-прежнему Нужна Не ревнуй Жена Меня опять Отпусти Немного Погулять Говоришь Самой Скучно Быть одной Ну что поделать Ну пошли За мной Спасибо Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот Я все время Пытаюсь Но не получается Когда Николай выходит По эту песню Я летчик Следующая песня Она должна Идти Прямо За ней Потому что На него там есть Такие строчки Земле меня часто Хотят спарриковать Но летчик обязан Он должен летать А вот когда Услышал Это летчик Должен летать Ну Тема Ну еще Я вот Уже Много раз Этот анекдот Рассказывал Перед этой песней Всегда Ну Рискую Надоесть С этим анекдотом Но Если не такая фраза Все по порядку Ладно Приходит в отряд Молодой второй пилот Его закрепляют За опытным командиром Вот они вместе Работают И второй пилот Замечает Что перед каждым взлетом Командир застает Книжечку из кармана Прочитал Сложил Перед посадкой Опять достал Прочитал Сложил Зашли на посадку Сели И так Изо дня в день Из года в год Из полета Говорит Иванович Иванович И что у него Там Дай Так Моя памятка Я потом На пенсию Когда уходить буду Тебя Ну так Они год Два Три Работают Приходит Время Командир Уходит на пенсию Отмечание Идет Второй Подходит Ну что Иванович Ты мне Обещал Не вопрос Все Вот всю Жизнь Не служил А мне Может И прилететь Второй Открывает От себя Вверх От себя Вниз Летчик Летчик Должен Летать Все Просто И ясно На себя Значит Вверх От себя Значит Вниз Летчик Должен Летать И притом Безопасно И это Вовсе Не блаш И ничей Так А про Ис Сварьших Должен Сварить Кто-то Должен Шить Тапки Если Вор Сваровал Сыщих Должен Сыскать Лекарь Должен Лечить Бизнесмен Делать Бабки Техник Должен Тихнить А Летчик Должен Летать Ни копать Ни стрелять Ни размазывать Масло По холсту Как Рембрандт Чтоб Шедевр Написать Летчик Должен Летать В ясный день И в ненастный И еще По ночам Когда Хочется Спать Кто-то Должен Мешки Вдохновенно Ворочать Кто-то Слово Надело Его Вдохновлять А Летчик Должен Летать Потому Что Он Летчик Вот Если Б Счетчик Был Должен Был Б Считать Я Быть Может Не Прав Я Могу Ошибаться И Возможно Меня Кто-нибудь Укрепнет Каждый Делом Своим Должен Моу Заниматься Летчик Должен Летать Пусть Киркоров Поет Каждый Должен Пахать По Возможности Классно И Тогда Будет Все И У всех Зашипись А Летчик Должен Летать Тут Все Просто Ясно От Сюда Чтобы Вверх От Сюда Чтобы Вниз Пахать Рассвет едва коснулся крыш Дождик моросит, от самолёта тень скользит по облакам Я был за три девять земель, я пролетал через метель Но снова дань отдав далёким городам Я так люблю лететь домой, чтоб снова встретиться с тобой По облакам, по облакам Я так люблю лететь домой, чтоб снова встретиться с тобой По облакам, по облакам Мне в этой жизни повезло И стороной обходит зло И мой маршрут по замечательным местам И благодарен я судьбе, что вновь несет меня к тебе По облакам, по облакам И благодарен я судьбе, что вновь несет меня к тебе По облакам, по облакам Спасибо Значит, этот свой блок я заканчиваю еще одной песенкой Зашла такая замечательная девочка ко мне, Катя И попросила спеть песню Но я не могу отказать Это песенка такая детская страшилка На ней мои дети выросли Получается, что не только мои Наступает ночь и ждут детей кроватки Поскорее засыпай ты, мой сладкий Легкий сон твои пускай прикроет глазки И тот час придут из-под подушки сказки Зайка, медвежонок, колобок, жар, птица Обязательно хотят тебе присниться Ну а если ты не будешь спать Я знаю Синий волк придет и писью накусает Он тебе укусит маленькие ручки Чтоб не мог хватать ты маленькие штучки Он тебе укусит маленькие ножки Чтоб не мог ты быстро бегать по дорожке Только попку он тебе кусать не будет Потому что попки он кусать не любит Идите сразу засыпать Спасибо, приглашаю Николая Анастасия Спасибо за просмотр! Продолжение следует... Та-дам, та-дам, та-дам... Можно по земле ходить не споря, И полечитая километры. Но кто-то любит плыть по морю, Поверяя жизнь волнам и ветру. Мне земля нужна лишь для разбега, Хоть и не мечтая я о звёздах, Ручку на себя и здравствуй небо. В небе опираюсь я на воздух, Каждый день по жизни, как на фронте. Впрочем, я совсем не унываю. С шариком по центру в горизонте, С песенкой по небу я летаю. С шариком по центру в горизонте, С песенкой по небу я летаю. Жизнь порою в штопор загоняет, С шариком по центру в горизонте, В небе плоскостями я сверкаю и летаю в трёх координатах. Каждый день по жизни, как на фронте. Впрочем, я сосел не унываю. С шариком по центру в горизонте, У нас буквально где-то неделю назад в Беларуси 15-летний юбилей отмечала такая группа «Джей Морс». Ну, он в России малоизвестен, Но у нас она как бы такой добротный рок. У них был там серьёзный концерт. Ну, в новостях подали как какой-то такой, Ну, рекорд или не рекорд, Или, по крайней мере, такое интересное событие, Что они дали ещё концерт на борту самолёта, Который летел из Минска в Амстердам. На Боинге 737, или 757, не помню. Ну, я так подумал, ну и что? Мне приходилось петь во время полёта в Ил-76. Самолёт, который в Европу по уровню шума не пускается, И петь там очень сложно. Что насыпился Илюха? Нынче вылета до зари. Набивают снова брюхо, груз швартует, технерет. Носят ящики солдаты, и заката акварель. Только нам не до заката рампа, тельфер, аппарель. Рампа здесь не значит сцена, Паупа не значит флот. Мы не взвенчиваем цены на писью аэрофлот. Мы летаем, где стреляют, экипажи не впервой. И Илью не испугают, грузовик наш боевой. И нам вслёд уходят вои селья трутяга. Турбингер, хоть чущий квартет, поют. А кто летит-то? Летит Илюша работяга, Протяга наш транспортяга. Горбом по небу и столько лет. Нам лететь туда, где жарко, С дозаправками маршрут. Полный борт гуманитарки Там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, Близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, Лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то. Полным ящиков, квартом Возвращали мы солдатов В их последний вечный дом. Улетали от печали Снова в небо с головой. Где-то вновь с надеждой ждали Грузовик наш боевой на взлет. Уходит в выселье трутяга, Турбин грохочущий квартет. Поют. Летит Илюша работяга, Протяга наш транспортяга. Горбом по небу и столько лет. Чай, печенье и конфеты Надоели нам уже. Шторман курит сигареты Там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, Что сготовить на обед. Если что, всегда в порядке У него велосипед. Распростерли уже крылья, Вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, Значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, Горб на спинке трудовой. Если где-то что бабахнет, Грузовик наш боевой. Но взлет уходит в выселье Илья, тротяга, Турбин, грохочущий квартет. Поет, летит Илюша работяга, Протяга наш транспортяга, Горбом по небу и столько лет. Снизу пальмы по глиссаде Из зимы встречают борт, Заведут нас и посадят В его незнакомый жаркий порт. Место ей не бьет поклуши, Все при деле как один, От души нальет Илюше Самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, Весь тепловой принесет, Наш Илюша улыбнется, Нижним блистером блеснет. Нам наградой не медали, А скорее путь домой. Руды снова в максимале, Грузовик наш боевой. Нав слюд уходит в выселье, Протяга, турбин грохочущий Квартет поет. Летит Илюша работяга, Протяга наш транспортяга, Горбом по небу и столько лет. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем транспортникам, Компания, киндарным дисциплинаметам. Ребята там, вот русские витязи, вам привет большое от Олега Калинина, Алинина, с которым мы сейчас в Китай летали. Вот. Привет Олегу, привет Диме Каченко, привет Илье Кабриянскому, вообще всем, кто... Оренбург, Псков, Мегалова, в общем, Таганрог и так далее. Что-то мне вспомнился фильм «Мино», опять же, Вадим про него уже говорил. В каком плане, там, помню, такой был момент. Для друзей из Солнечного Телави, значит, звучит там, где же ты, моя Соликова? Для друзей из Солнечного Тележана, самое интересное, вообще всякие бывают ситуации. Я помню, мы с женой когда-то очень давно, в конце 90-х годов, были в санатории под Туапсе. И сидели, значит, в заведении одном, и там тоже по заявкам пели какие-то люди. И вдруг раздался такой образователь. Для друзей из Солнечной Белоруссии прозвучит эта песня. Ну, Солнечная Белоруссия. Ну, всегда, что там пловица, свой сюртук на спинку, стулы, музыкант. Я к чему? Для друзей из Солнечной Белоруссии. Солнечная Белоруссия. 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 Солнечная Белюксия. Солнечная Белоруссия. Солнечная Белоруссия. Солнечная Белоруссия. Солнечная Белоруссия. Солнечная Белоруссия. А пиво, как не спорьте, это клафты, а пиво, как не спорьте, это... И годами застойными, и после перестроенными, идем рядами стройными, пивной чеканем шага, и пиво потребление народа, населения, мы смело, без сомнения, поднимем словно флаг, В идее верим эти, что скоро на планете и взрослые, и дети лишь пиво будут пить, и изо всей продажи исчезнет водка даже, и лишь старик расскажет, как с водкой положить. Как любят плавать в озере утенок, как сыру солом рад любой пушенок, как ра-ра-ра радуется грязи поросенок, так я в любое время пиво рады. Я не подок даже на девчонок, и пусть худой хватает мне силенок, ведь у меня в душе пивное бочонок. А пиво как не спорти, это клад, пиво как не спорти, это клад, пиво как не спорти, это... Ну, просто не всем видно, они тут мне показывают пивные вокалы и смотрят. У меня была такая ситуация неоднократно, ну, не с пивом, а даже с более серьезными песнями, когда очень серьезные люди в зале изображали вот так, и я понимал, что они хотят, чтобы я спел песню Ми-8, например. Ладно. Так меняется тематика, конечно, может быть, внезапно, но мы, как люди военные, некоторые, даже, наверное, большинство в этом зале, мы к этому привычные, потому что сегодня здесь, завтра там и так далее, и так далее. Как обычно, вылет срочный, знать прижали наших точно. Мы летаем денно-ночно на свой вечный риск и страх, на нашу планшете метку, там, в квадрате, словно в клетке, Задыхается разведка в этих чертовых горах. Нам поставлена задача, вытащи бы нам удачи. Мы торопимся иначе, там поляжет целый взвод, Запускаясь без газовки, техник в старенькой спецовке Хлопнет порт по законцовке, два грача идут на взлет. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди горы скал виражи, эй, браток, не отставай, выхожу из-за пригорка. Осмотрелся я на горке, ничего себе разборки, но ведомый не зевай. Эй, внизу, держись, пехота, начинается работа. Справа тридцать пулемет, и мне земля в эфир орет. До ворот бросаю фаппы, и на выводе не слабо. Словно я попал в ухо, бы заболтала самолет. Утро сера, как паутина, маневрирую активно, шпиво-описная картина. Как собраться в ограчи, прилетели, выручаем. Все каком нас здесь встречают, но в земле они отвечают. Ну, разве я, не молчи, я кручусь и кувыркаюсь. В сотый раз я зарекаюсь, по прилету увольняюсь. Чтоб не я двухсотый груз, на хрена пошел я в качугу от Ульяна. Скоро все иначе, был бы дом, машина, дача, и водил парус. Грач, бедняка, внизу вечер, я за это им отвечу. И несутся мне навстречу ярко-красные шары, чудеса еще бывают. Я живой, хоть попадаю под глаза, мне разъедают. Нет спасения от жары, горячо, а не просто жарко. Я справляю вниз подарки, удержать попробую марку. Под свинцовым кипятком ВПУ. Как пучка танка, грохот выстрелов болтанка. Я как мышка сербной банки. Покаток и молотком! Не попасть бы нынче в сводку, чтоб за нас не пили водку. Я как уж на сковородке, из расхода вон БК, имитирую атаки. Выходить пора из драки, ведь почти сухие банки и потрепанные пока. Мне похоже, как морозом. Грач устал и клюнул носом. Значепейся под вопросом. Самолет мой просто в хлам. Наживая машина дышит. Словно держит кто-то свыше. И в наушники я слышу. Летонэ, спасибо вам! Обратно довернули. Позади снаряды пули. Уравнение обернули. Держит в воздухе грача. Борт летит на частном слое. А из носа капли крови. Знаете, санчасти на здоровье. Получу я от врача. Дальний, ближний, вот бетонка. Парашют мой хлопнет звонко. За рулю уйду в сторонку. И меня не термошить. Где-то бой, но это где-то. А вокруг такое лето. Техник даст мне сигаретам. Эх, ребята, будем жить. Будем жить. Да, что тут скажешь. Вообще у меня в песнях, особенно в таких вот дальних уже так по времени, там нередко летчики падают, вертолетчики. Там был Чернобыльский цикл. Я помню, когда я написал эту песню, и так получилось, что я так с листочка дома на кухне сына ее спел, он посмотрел мне и сказал. Хорошая песня. Честно говоря, я думал, ты и этого летчика убьешь. Хотя, относительно недавно такая веселая история произошла. Не буду конкретизировать место, потому что там очень большой такой завязан руководящий состав военно-воздушных сил. И я вот эту песню пел, и потом уже после всего, вот мы стоим там, тра-ля-ля, и вот один очень большой такой офицер, с очень серьезной должностью, но он не летающий. Смотрю, вот ходит угрожающе вокруг меня, и я думаю, ну что ж такое, обычно как бы мужики такие там все похлопают. И вот я чувствую его что-то мучает. И потом он все-таки подходит, он говорит, что вы имеете против офицеров тыла? Я так, ничего не имею, я против, все нормально. Но вы же вот врачи прилетели, и ты думаешь, елки-палки, где же там про тыл? Я говорю, ну в чем дело? И причем, как в том фильме, он говорит, и он почувствовал, что сейчас его будут бить. Он, а вот Ульяновск, значит, я так, так это про училище гражданской авиации, в общем. Ну здрасте, ладно, там вот турбопроводное училище, я заканчивал ее вообще без крыла никуда, а вы там вот, значит. Я подумал, в общем, группа товарищей дочеков объясняла ему ситуацию, и все. Вот, бывает совершенно, это, ну, одно из самых неожиданных для меня историй. Ладно, будем тихонечко закругляться с Вадимом, мы обещали до десяти, уже до одиннадцатый час, ну, ничего. Хочешь, хочешь, научу тебя летать? Хочешь, расскажу тебе, как птицей стать? И ночью, оттолкнув поверхность, улететь, и, коснувшись звезд, от счастья петь, главное, хотеть. Знаешь, ты не сможешь это пособить, знаешь, небо невозможно не любить. Вслед таешь, облака листаешь, как тетрадь, знаешь, небо можно обнимать. Главное, летать в звездной вышине, впрямь, а не во сне, обмануть законы физики суметь. Формулы поправ, сети разорвав, исключением из правил улететь. Шумом ветерка, где-то в облаках, умываясь, небесами объединить. Чтоб хотеть, мечтать, чтоб любить, летать и успеть, успеть. Веришь, если не верить, сбудется мечта. Веришь, лучшая команда, адвента сумишь. Два на два умножишь, выйдет пять. Веришь, ввысь несложно улетать. Главное, мечтать. Пылью разлетится снизу, суета. Пылью обернется главная мечта и крылья. Не дадут любовь твою убить. Знаешь, это небо можно пить. Главное, любить. В звездной высшине, в премяне, во сне. Обмануть законы физики суметь. Формулы по франк, сети разорвав, Исключением из правил улететь. Шумом ветерка, где-то в облаках, Умываясь небесами, Объянесть. Чтоб хотеть, мечтать, чтоб любить, Летать и успеть, успеть. Хочешь? Хочешь, научу тебя летать. АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! Время у нас как-то незаметно быстро пролетает, мы сейчас заканчиваем основную часть, а потом, после того, как те, кому надо срочно уходить, мы еще маленько доиграем. Конечно, к сожалению, не получается втиснуть все, что хочется. Мы и здесь молчать не будем. Мы вам предлагаем, давайте будем счастливы. Давайте будем счастливы сейчас, нам в этом помешать никто не может. Поверьте, все зависит лишь от нас, и эта вера нам во всем поможет. Давайте будем счастливы потом. Для счастья много есть причин на свете. Да просто потому, что мы живем. Да просто потому, что солнце светит. Давайте будем счастливы всегда, в любой момент и в каждое мгновенье. И радость разольется, как вода, и небо нам подарит вдохновенье. И радость разольется, как вода, и небо нам подарит вдохновенье. Давайте будем счастливы всегда, в любой момент и в каждое мгновенье. И радость разольется, как вода, и небо нам подарит вдохновенье. Давайте будем счастливы всегда, давайте будем счастливы всегда. Дорогие друзья, давайте будем счастливы. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, что слушали. Без вас не было бы этих песен. Спасибо. Обязательно мы здесь еще встретимся. Возможно, это будет в феврале. Традиционно по 23 февраля. Ну, вы это все узнаете. Еще раз спасибо большое. Сейчас совсем небольшой перерыв, но 5-10, для того, чтобы люди спокойно могли доторопиться уйти, а потом мы еще маленечко попоем. Это будет уже неофициальная часть нашего банка. Спасибо. 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 Спасибо.